здравствуйте друзья доброе утро вы видите такое задымленное пространство в котором мы уже несколько дней живем из-за пожаров которые в данном случае дым несет с севера калифорния из-за пожаров которые там это довольно далеко отсюда часто спрашивают а как вы там не горите выгиб нет до нас тут как бы далеко но вот ветром приносит это вы видите хорошо что у нас происходит давайте мы посмотрим в стране в частности у нас иммиграционный аспект так всегда присутствует был разговор такой что поскольку палата представителей перебросилась к демократам то теперь надолго отложиться вопросы отмены green card лотерея и все остальное если только вдруг они там не договорятся по более широкому спектру включая лотерею и были голоса у нас на канале там в комментариях люди говорят да но вот все таки осталось же еще до конца года правда значит новый новый конгресс соберется только после нового года а до нового года у них есть ну почти там полтора месяца у них есть для того чтобы взять и отменить чего-нибудь и с одной стороны чисто теоретически да то есть чего бы им вдруг не проголосовать там за отмену green card лотерея если вдруг у них есть большинство но дело в том что green card лотерея не является тем вопросом по которому они вот так как-то голосуют отдельно есть серьезная большая проблема с эмиграцией где green card лотерея это песчинка там в этом океане этой проблемы поэтому никто не заморачивается голосовать отдельно по лотерею и и есть серьезное дело которое нынешний состав конгресса должен завершить до нового года это утверждение бюджета страны обсуждение бюджета сдвинули он должен быть утвержден до начала финансового года то есть до 1 октября и мы должны были бы уже жить там полтора месяца с бюджетом но этого не произошло и из-за выборов чтобы там не ломать копья там одновременно тут и там чтобы не создавать обострение всяких значит договорились перенести это все и дата у нас 6 декабря надо сказать что практика этого дела такова что если например до 6 декабря они не договорятся они могут сдвинуть еще там надо на две недели в зависимости от того как близки к договоренности могут сдвинуть на две недели могут сдвинуть на пару месяцев могут сдвинуть но там еще куда-то существенно подальше и вот последний бюджет там раза четыре переносили там там на полгода куда-то там укатился пока его наконец приняли поэтому этот конгресс должен разобраться с бюджетом это очень серьезная очень большая задача им совершенно не до практически не для чего там особо больше это раз второе это то что судя потому что пишут да я не то что я сам там по калуарам информацию собирают но пишут так что демократы поскольку у них уже теперь появилась возможность заниматься реально законодательной деятельностью в палате представителей это с одной стороны они могут все время какие-то законопроекты подавать и если например в республиканцы там голосуют против или не дают этим законопроектом пройти то это как бы на выборах которые будут еще через два года сильно против них должно сработать то есть как бы сейчас демократы будут работать ну собственно не только демократы они все там и республиканцы будут работать на выборе 2020 года и демократы считают что иммиграционная повестка дня она для них в общем-то выигрышно так так они полагают значит там есть четыре очень важных штата с где будет решаться вопрос президентства и мест в сенате следу на следующих выборах с очень существенным населением мексиканским латинским так сказать в более широком плане вот поэтому они себя хорошо чувствуют и в общем-то не очень склонны даже и договариваться с администрацией там и с республиканцами то есть как бы хочу это наша повестка она выигрышная почему вы должны кому-то там чего-то давать и даже вот это вот дака да то есть молодые люди которые защищены от депортации указом обамы потом эта защита была снята указом трампа а потом судья сказал что нефига значит вот пусть будут под защитой и там все это ходит по судам и мы можем предположить что если доберется до верховного суда где те сейчас уже появилась такое устойчивое консервативное большинство которого раньше там не было так она была вот так примерно баланс такой был сейчас его уже нет и вот но в конце концов но вот если они не дадут этому свершиться то если дадут победа демократов если не дадут то это серьезное поражение республиканцев потому что на последних выборах вот там опросы проводили и так далее подавляющее большинство американцев и слева и справа подавляющее большинство американцев считают что этих даковцев надо защитить от депортации то есть там степень защиты может быть разные то есть это может быть ну скажем на уровне обамовской то есть депортировать нельзя но и прав особых не давать до кроме как право на работу а есть которые говорят надо полностью легализовать и так далее так далее поэтому линия сейчас такая прослеживается что как бы у республиканцев нет больше партнера для того чтобы договариваться то есть партнер как бы получил собственное поле для игры и в общем менее уступчив стал демократы менее менее склонный то есть если раньше например демократы говорили ну хорошо давайте мы легализуем даковцев а вы сможете а вы получите деньги на забор да то сейчас как бы это предложение уже не актуально то есть официально не было сказано что она не актуально но было сказано что мы два раза два раза мы договаривались и оба раза президент уходил от собственной договоренности отказывался от нее потом это шумер говорит руководитель демократов в сенате ангет и какой нам смысл договариваться с человеком который свои договоренности не выполняет мы мы больше не хотим с ним разговаривать на эту тему вот такой такой есть разговор так что я это к тому говорю что гринкарт лотерея как частичка этого всего она присутствует в контексте вот этого более серьезного вопроса и шансы на то что займутся лотереей или скажем так займутся более серьезным вопросом шансы снижаются я хочу вот обратить ваше внимание на то о чем говорил на самом деле перед выборами вот уже прошло сколько там считаю 10 дней до почти 6 были выборы сегодня 15 ноября я хочу обратить ваше внимание на то насколько апелляция к вопросу о границе об этом караване которые там из гондураса там идет и так далее вы посмотрите что произошло за неделю до выборов за неделю до выбора президент трамп трамп что-то там у него два десятка твитов было на тему границы и от этого каравана он десятки раз десятки раз на предвыборных всевозможных митингах где он там выступал на эту тему говорил и вот кончились кончилась избирательная кампания прошли выборы ни одного твита по поводу каравана больше нет ну то есть вообще нет ну все кончилось актуальность пропала и казалось бы вот пресса могла бы там например консервативная fox news например вот статистику смотрелся это кто-то посчитал fox news там что-то в пять раз и в семь раз меньше говорит на эту тему трамп вообще не говорит кончилось закрыли тему никого не интересует этот караван если нет выборов это просто способ возбудить своих ну как сказать по-доброму сторонников которых легко возбуждаемых с ними можно даже не стесняться понимаете то есть можно например много 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 раз говорить потом кончились выборы и обрубить полностью эту тему и они не боятся что вот эти вот кому было адресовано заметят это они не заметят им даже понимаете это нет не те люди которые замечают это не то что яйцеголовые какие-то к ним обращались нет это как бы с другого фланга совсем поэтому да сейчас у них другая мулька пошла ведь они переключились с мульки иммиграция вторжение там караваны и так далее они переключились на мульку выборов что был выборы а махинации на выборах там подсчеты неправильные так далее и так далее то есть такого же уровня ахинея рассчитаны на тех же самых людей которые питаются ахинеей знаете тут там как рыба вот в пруду я как-то рыбу ловил вот я я не рыбак вообще но вот как-то рыбу ловишь вот бросаешь на один квадратный метр поверхности воды вот на крючок кусочек хлеба пожевал шарик слепил таранка идет понимаешь потом таранку порезал ножичком и из того же квадратного метра поверхности воды уже совершенно другая рыба там судачок окушок вот это же самое вот они на этот квадратный метр бросают там но вот эта рыба есть там чего хлебушек вот и хлебушек туда бросают один хлебушек другой хлебушек третий хлебушек свою рыбку прикармливают вот она там и нужно ну тут рыба такая более как сказать избалована ей надо разнообразить меню то у них значит вот по иммиграции то у них там по обману значит но как бы все из одной группы напугать раззадорить значит там и так далее страх ненависть вот из этого меню весь ассортимент у них там ну бог с ними вопрос не в этом то есть мы это все будем наблюдать мы это все будем наблюдать на протяжении следующих двух лет то есть понятно понятно тактика до выборы значит нас сейчас пытаются обмануть там все недосчитать пересчитать нелегалы придут там и так далее тогда то есть но в той мере в какой действует на этот контингент это контингент непритязательный он верит как люди как верующие люди они не то чтобы какие-то факты интересовали но просто вера они верят в этой и вперед пока они во все это верят значит в общем то не просматривается никакого кризиса с той иммиграционной политикой которые есть сейчас в отношении в отношении семейной миграции и лотереи green card то есть кризис безусловно есть но но по другой линии проходит так что вот такая такая информация я постоянно посматриваю почитываю что пишет там что говорят и так далее кто чего сказал из больших начальников но вот вы видите насколько насколько иммиграционная политика вообще никого не колышет то есть всем начхать именно лотерею начхать лотерея была нужна только для того чтобы сделать из нее такое пугало что террористы проникают в соединенные штаты через лотерею и это то почему страна узнала про лотерею это то почему вообще лотерея кого-то заинтересовал когда трамп шел на выборы в шестнадцатом году два года назад он про лотерею слова не сказал он наверно и не знал что она есть лотерея возникла когда вот этот вот из узбекистана человек взрыв устроил люди погибли и так далее и вот тогда лотерея пошла как канал поступления террористов можно уже кого-то запугать можно какую-то истерию и так далее вот и в таком контексте без этого контекста никто будет так и не знал что это лотерея есть вот так же как никто и не знал так что ждем смотрим наблюдаем вот хотя конечно конечно нужна была бы какая-то хорошая эффективная иммиграционная политика в стране но сегодня желание сделать хорошую эффективную иммиграционную политику нет я не вижу не ни с одной стороны ни у левых не у правых такого желания нет у правых есть желание использовать иммиграционную политику как элемент разжигания ненависти получения очков в избирательной кампании точно так же как они использовали а там 7 лет или сколько там ушло на на то чтобы долбать обама керп не имея ни альтернативы ни малейшего представления о том как с этим иметь дело и так далее обратите внимание вот никуда не делись те проблемы что были в обама керри в течение двух лет у нас президент обе палаты в одной партии туда-сюда и они не могут договориться о том что делать со здравоохранением потому что у них нет ни малейшего представления о том как из этого дела выходить то есть и все тихо такая тишина вот никто не кричит не истерит не не требует не не так далее не нет но нет проблемы братья кстати на выборах сейчас на опросах которые были проведены параллельно с выборами 40 процентов избирателей 40 процентов и не 90 нет но 40 процентов избирателей сказали что для них вопросы здравоохранения это как бы те вопросы это тот вопрос который влияет сильно на их выбор то есть мы предполагаем так вот с вами что ближайшие пару лет мы увидим попытку со стороны палаты представителей прийти с чем-то и в иммиграционной политике ну их конечно больше интересует легализация даковцев и вот 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 эта часть иммиграционной политики мы увидим законопроекты которые будет генерить палата представителей в области иммиграционной политики в области здравоохранения и это то как они будут фактически нарабатывать капитал на выборы 2020 года показывая вот смотрите мы хотели что-то сделать а вот эти нам не дают и вот наверно так мое предположение такое мое понимание ситуации такой все друзья счастливо и до следующих встреч а